Приветствую, друзья, мальчики, девочки. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Это канал о вышивке и картинах. Название я поменяла везде. На ютубе он назывался Ленуся Мор. Ну, а потом пришлось делать дублеры на тех или иных площадках. И как бы слово Ленуся Мор туда уже не очень пошло. Ленуся Мор – это просто мой аккаунт на гугле. И мне мама моя, мама моя, тоже блогер, 82 года, она посоветовала мне сменить название просто на имя-фамилию, написать Елена Панкеева вышивкой и картины. Я последовала этому мудрому совету «Маму надо слушаться». И считаю, что это абсолютно правильно, получилось хорошо и, главное, универсально. И всем понятно, о чём тут речь. Если раньше у меня это название служило как бы небольшой маскировкой для себя, ну, всё-таки, знаете, когда ты заводишь впервые всё это дело, ты немножко поваиваешься всего. А сейчас я уже освоилась, и мне не страшно называть своё имя, фамилию и сказать, чем я занимаюсь. Сейчас мы с вами вышиваем мишек буцеловских. Вышиваем их на равномерочке у бельхёр, розоватенькой такой. И здесь используется крестик, четверть крестик, будет ещё бисер, ну, бэк, понятное дело. И фон зашивается таким ярко-достаточно тёмным бордовым полукрестом. Но я пока не буду это делать. Я пока специально взяла равномерку, чтобы попробовать оставить это без этого фона. Посмотрим, как это будет выглядеть на розовом. Может быть, более такое ретро получится. В общем, мне нравится это делать, я с удовольствием. И до тех пор, пока мне не понадобится собаку делать, я вышиваю медведей. Собаку надо будет начать вот опять к восьмому числу отчёт. А пока мишки, мишки, мишки. Ну, и расскажем про свои делишки. Как вы понимаете, первая неделя сентября у нас подошла к концу. Вот сейчас, когда я озвучиваю видео, у нас... Да, седьмое число. Седьмое число, суббота. Перевалили мы кое-как первую неделю. Благо, она была, ну, такая немножечко лайтовенькая, сокращёненькая. Первое сентября перенесли на второе. Соответственно, понедельник был такой день линейки и классного часа. А пятница получились все выборы. И опять-таки школу отпустили гулять. Ну, типа на дистант. На деле просто дали задание на дом. И всё. Ну, и хорошо. Я считаю, что... Знаете, Жириновский когда-то сказал, что вообще начинать учебный год надо в октябре. С первого октября. И заканчивать в апреле, чтобы на мае остались каникулы. Фу, не каникулы, а экзамены. И всё, к июне дети были свободны. А у нас, получается, в последнее время наоборот. Отодвигают уже, захватывают учёбу до официально, до 8 июня. И в итоге экзамены сдаются чуть ли не до конца июня, начала июля. Я считаю, что это неправильно. Мне кажется, можно было бы всю эту программу на самом деле более компактно сделать. И убрать такую лишнюю билиберду, типа ВПР, например. Я не знаю, что ещё. Может быть, и с дисциплиной поработать. Потому что большую часть времени учителя занимает борьба с неадекватными учениками, мне кажется. Как бы вот это всё устроить и обустроить. Было бы гораздо лучше. И всем жить стало бы веселее. У нас в школе, кстати, в одном... Я не знаю, в который... Ну, странно теперь, понимаете. У нас вроде как школа одна, а здание четыре. В одном здании учится один ребёнок, а в другом другой. И вот в одном из зданий они ввели шкафчики. Как в Америке, знаете, как в американских фильмах. То есть дети должны там что-то оставлять. Правда, я не знаю, что. Им же всё равно домашнее задают. В Америке домашнее не задают. Поэтому они приходят, достают учебники из шкафчика, учатся. Кладут учебники в шкафчик и идут домой. А у нас-то всё равно... Не знаю, что они должны хранить в шкафчиках. Школьную форму? Не разобралась пока в этом вопросе. Но какие у нас возникли проблемки? Проблемки у нас каждый год возникают в связи со статусом. У нас многодетная семья. И у детей есть карточки социальные, по которым они бесплатно ездят. Шесть детей сейчас, которые студенты и ученики. И они все ездят. Студенты при том ездят и в Москву, и в Подмосковье постоянно. И, естественно, бесплатный проезд – это нам большое подспорье. И в школе плюс бесплатное питание. И из учеников, школьников тоже не все около дома учатся. Кое-кому приходится ездить в город. То есть это серьёзная трата на самом деле. Но почему-то вот так вот устроено, что каждый год у нас бывает сбой. Как бы мы многодетная семья, у нас дети учатся. Но мы должны вот эти все подтверждающие справки предоставить, подать заявление. Муж этим занимается. И, как правило, возникают какие-то непонятки. То что-то им не подходит. И, короче, мы вслетаем с этого статуса. И получается месяц, а то и два. А один раз было целое лето. Мы как бы не многодетная семья. И всем приходится ездить за деньги. И вот сейчас как раз получилась такая ситуация, что у нас начало сентября, и все они ездят за деньги. Потому что сорвался статус. Из-за того, что какую-то справку, которую заказывали ещё в начале августа, справку про то, что студент учится, нам не отдают. Они её как бы сделали, ну а потом ушли в отпуск. И всё. Справку эту не добыть. И вчера уже в последний момент я уже звонила. Нам прислали хотя бы фотографию этой справки, чтобы МФЦ пошла уже навстречу, ждёт, чтобы оформить, ну передать документы в соцобеспечение. И в последний момент нам прислали фотографию этой справки, которая давным-давно готова, оказывается. Просто там лежит. Потому что у них был отпуск. 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 Какой может быть отпуск? В конце августа и начале сентября в колледже. Я не понимаю, честно говоря. Как это может быть? Короче, у нас тут хватает забот и суеты. Притом одной нашей девочке, девятикласснице, один неадекватный подросток сломал нос. Просто так. Просто. Ему не понравилось, что там она сказала. Да. И он ей сломал нос. В итоге она попала в больницу. И еще хорошо нам повезло, что вовремя и бесплатно, да, бесплатно. Мы уже вообразили себе там, знаете, нам... А, он пошел, муж с ней, в платную сначала клинику. И ему сразу стали впадивать про лицевого хирурга, лицевую хирургию. Та-да-та, бара-бара-бара. И он тогда пошел просто в травмпункт с ней. И ее сразу они положили в ЦРБ. А, причем вот эта платная поликлиника сделала ей рентген и ничего не обнаружила. Типа, ну ладно, подумаешь, там что-то там... Ну, нос кривой почему-то. Ну, фиг с ним. А когда они пришли в травмпункт, там один дядечка, врач сказал, что надо сделать... Не поглядел на этот рентген, сказал, что надо сделать компьютерную томографию, да, что-то вроде этого. Но поскольку эту томографию можно было делать только, если человек ложится в стационар, то ее быстро оформили в стационар и сделали сразу эту томографию. И выяснилось, что там и перелом носа, и небольшой сотряс. Ее сразу положили. Вот она лежит сейчас в больнице абсолютно внезапно, то есть с колес сразу. Ну, такие дела. Ну, ладно, в целом ничего обошлось. Ей уже поставили нос на место и подлечивают. Даже уже обещают скоро выписать. В общем, не скучно. Не скучно мы живем. В придачу у нас тут около, в нашем поселке открыли, построили, два года строили и, наконец, построили новый физмат-лицей. У нас в школе есть физмат-лицей, не в школе, в городе есть физмат-лицей, но у них было такое старое-старое-престарое еще дореволюционное здание. И там очень-очень тесно было, помещалось с трудом 150 учеников. Ну, это, понимаете, как бы лучи из лучих, дети со способностями к физике и математике. И они решили, наконец-то, на месте одного спорного... Это длинная история. Короче, у нас поселок наш называется Симхоз. Ну, такое название, ничего не поделаешь. Ну, бывший дачный, стародачное место, так скажем. Кстати, хорошее дачное место. Здесь люди получали дачи, москвичи, еще в 50-е годы. И вот наша улица, например, называется Профессорская, а рядом улица Институтская. И вот тут вот все вот такие улицы, и тут реально жили институтские работники, профессора. Вот до сих пор у нас ходят по улице некоторые дамы за молоком. У них либо папы были профессора, а сами они там научные всякие работники. То есть такая интеллигентная публика. Ну, ладно, неважно. Короче, здесь был дом культуры в поселке. Потом на окраине, ну, в соседнем, как сказать, в соседнем полупоселке построили большой современный центр Дубрава. Этот центр принадлежал Меню, сыну того Меня, которого убили, если вы в курсе. Был такой священник Мень, у него была такая своеобразная проповедь. Ну, потом его убили, а его сын на волне на это и поднялся, стал депутатом. Даже в какое-то время был мэром Иванова. В общем, что-то такое. В общем, там были куча денег обложено. И он построил эту Дубраву, типа культурный центр, типа в память о Мене, о своем отце. Но на самом деле там, честно говоря, все это было достаточно криминально. И нам эту историю всю рассказывали. У нас собрания были тут местные по этому поводу. И вот, чтобы этот наш дом культуры местный, бывший, не мешал Дубраве развиваться, не отвлекал народ, его просто-напросто сожгли. Вот так вот сожгли. Потом его кто-то пытался отремонтировать, но там опять пришли, опять разрушили, выдрали все провода. То есть его уничтожили полностью. Но в конце концов этот участок купили люди, которым не хотелось, чтобы там что-то строилось и восстанавливалось. А там были кружки для детей, для пенсионеров. Ну вот это вот все. Причем в шаговой доступности, скажем, от нашего дома, рядом с нашим храмом. И вот эта заброшка разрушенная стояла здесь много-много лет. И сделать с ней ничего было нельзя, потому что она как бы в частной собственности, причем там переходящая из каких-то рук в руки, то есть муниципальная администрация никак не могла подобраться и что-то сделать с этой заброшкой. Она стояла тут. Тут вот однажды мы котят подобрали, брошенных, которые у нас потом до сих пор живет один. И там вроде как кто-то повесился когда-то, и туда подростки какие-то ходили, там наркота, грязь, мусор, и все это рядом с храмом. В общем, место было такое стрёмное. К нему надо было ходить все время через это место к остановке. Ну, очень неприятно. Но в конце концов как-то этот вопрос разрешили каким-то образом. Быстро-быстро эту заброшку снесли, расчистили и разровняли. И всю эту территорию большую около храма от остановки до самого пруда выделили под строительство физмат лицея. И построили. Два года строили и, наконец, построили огромное современное здание. Различные корпуса, большие столовые, спортзалы, актовые залы, учебные кабинеты. Территория красивая. Спортивные площадки, несколько спортивных площадок. В общем, все достроили, обустроили. И там теперь помещается 500 учеников. Их уже набрали, причем набрали со всего города. И, например, из православной гимназии целыми классами, как наш батюшка сказал, перешли в этот физмат лицей. Ну, я так понимаю, что они набирали просто народ. А потом, если кто там уже утрясется, отсеется. То есть 150 перешло из старого лицея, и остальных набрали. То есть полный комплект. Но самое интересное, что туда же перешли еще и учителя из всех школ. Вот из нашей школы ушло 20 учителей. Перешло туда. Короче, обобрали. Нет, то, что учеников там убавилось, их расставали в этот лице, это хорошо. Потому что у нас школы перегружены. И теперь хотя бы за счет вот этого не будет где-то вторых смен. У нас до сих пор еще некоторые во вторых сменах учились. Но зато не стало учителей. И приходится учителям совмещать несколько предметов. То есть там реально даже по теме, не по теме, не важно. Ну, в общем, это не важно. Главное, что у нас теперь затык большой. Сделали около прямо лицея остановку. А наш поворот, откуда мы выезжаем из наших домов, из поселка на основную дорогу, он и так-то был такой узенькая дорога. И не очень-то... А теперь там приезжают... И в колледж все родители привозят своих детей. Здесь местных детей один-два, если всего. А остальные все приезжают из города. Да, естественно, они приезжают на машинах. Кто-то приезжает вот на этой маршрутке, которую пустили специально ради этого, и которая останавливается возле нашего храма. Теперь, ну, и, соответственно, возле лицея, потому что это рядом. И теперь около храма, во-первых, нет стоянки. Это была наша стоянка. Теперь там остановка общественного транспорта. И плюс вот это количество огромных машин, которые туда приезжают и по обочинам устанавливаются, просто с нашего поворота уже невозможно выехать. В общем, ну, все-то так-то интересно, конечно, движуха. Не думаю, что местных жителей пустят на территорию, например, пользоваться этими спортивными площадками. Хотя такие как бы законы у нас есть. Вот, например, школы должны, стадионы допускать туда местных жителей, чтобы заниматься. Ну, сейчас, видите ли, ситуация такая опасная. Туда даже родители не будут допускать на территорию, я думаю. Не то, что местных жителей. У нас даже линейки в школе сделали в этом году, несмотря на прекраснейшую погоду, в эту прекраснейшую погоду, летнюю абсолютно, в залах, в спортзалах, там, в активных коридорах, у кого как получилось, внутри школы. Родители туда, понятное дело, не пустили. Я считаю, что это неправильно, потому что, ну, это не празднично. Все-таки на улице это празднично. А внутри, в помещении оно не празднично. Просто дежурное мероприятие, теснота, вот этот неприятный гулкий звук. Тем не менее, лицей новоиспеченный делал линейку на улице, по-моему, единственную во всем городе. А за день до этого был день города у нас, день района, как он там. Короче, там были всякие увеселения и мероприятия, и куча народу толпились на улице. Но не очень много. Дело в том, что провели сначала голосование. Надо ли устраивать день района вот и в этом году в связи с, понятно, с чем. И народ проголосовал 90% против. Но, тем не менее, все-таки устроили это празднование. И некоторые площадки работали практически без зрителей. Народ тусовался в основном там, где делали какие-то мастер-классы. Ну вот, что-то такое. То есть народу было немного. Ну, денежки потрачены, потрачены. Хотя у нас достаточно проблем, например, с отоплением зимой, с ЖКХ. Вот туда бы надо было пустить эти денежки. Уж, если на то пошло. Ну, ладно. Короче, вот так. Такая ситуация у нас. Такое положение. На первую неделю сентября. Давайте посмотрим, что там у нас. А вот как раз бисер достаем. Бисер, в принципе, почти весь сойдет. Кроме, пожалуй, вот этого белого. Уж очень он корявый. Корявый и разномастный. Я его заменю на другой. А остальное бисер оставлю уж как есть. Там несколько бисеринок. Фиг с ним. Они, конечно, крупоноватые. Некалиброванные. Ну да и ладно. Вот моя любимая мисочка для бисера от Мозаики. От Мозаики. Кстати, я недавно отнесла несколько наборчиков в храм. Положила там, где книжки кладут, когда хотят, чтобы их забрали. И буквально через 20 минут этих наборчиков там не было. Надеюсь, они попали в хорошие руки. Ладно. Теперь вот такую тему интересную предлагаю для обсуждения. Смотрите. У нас дом. Здесь два этажа. И третий – это мой чердак. Я на чердаке обитаю. Как вы поняли уже, помните. Я вам показывала не раз. Это мое помещение. Я обитаю на чердаке. Соответственно, я тут и работаю, тут и сплю. Тут и кофе пью, и видосики смотрю. А мужа комната внизу. Тоже достаточно большая комната. С личным выходом на террасу. И все такое. Ну, в общем, он живет внизу. Соответственно, он там спит. Там своими делами занимается. Работает документами. Музыку слушает. И тому подобное. То есть мы живем в разных комнатах. И спим тоже в разных комнатах. И вот некоторые приходящие, узнающие говорят, как это так? Как это так возможно? Так нельзя? Недопустимо. Меня, например, это удивляет. Я хотела бы послушать ваше мнение на этот счет. Допустимо ли это или недопустимо? Мне вообще интересно. Я люблю разбирать исторические аспекты всяких разных вопросов. И как раз обдумывала уже давно. А я сейчас вот хочу напомнить. Откуда взялось вообще вот это понимание, что муж и жена должны спать в одной постели. Извиняюсь. Ну, муж и жена, да. В одной постели. Вот эти двухспальные кровати и все такое. Спальные родители. Откуда это вообще повелось? Вот если вы читали «Илиаду и Одиссею», я понимаю, что вы, конечно, читали «Илиаду и Одиссею», вы знаете или хотя бы книгу про Александра Македонского, или хотя бы про Каллигулу, или что-нибудь в этом роде про Древний Рим, или хотя бы про Византию. Вы читали и знаете, что там всегда были отдельно в доме женская половина, отдельно мужская, гименей, да. Геникей, друг гименей, пардон, извините, извините, запуталась. Геникей, женская половина. Там жили жена, жена хозяина, мать семейства, да, дочери, и там всякая прислуга женская, родственницы женские, все такое. Они там занимались своими женскими делами, ткали, пряли, вышивали и все такое прочее. И там было женское устройство, а мужчины-то жили на мужской половине, хозяин, сыновья подросшие там после скольких-то лет, мужская прислуга. Они там занимались своими делами, бряцали оружием, пировали, там, не знаю, собирались на охоту и все такое прочее. Они там делали свои дела. Это вот с древних таких вот времен повелось. Правильно, да? О том. Смотрим, например, читаем книгу Дюма какую-нибудь. Там тоже рассказано, как король пошел к королеве в гости, в ее покое. У любой дамы был будуар, то есть своя половина, куда мужчины просто так не могли прийти. Не могли. То есть они по согласию с супругом договаривались, когда они там встречаются, сами знаете, для, ну, чтобы исполнять супружеский долг, так скажем. Да. Ну вот, и он ходил к ней, но не она к нему. Не она к нему. То есть это было такое вот специальное событие такое отдельное. А жили отдельно. То есть, опять же, да, мы занимались у себя своими делами, мы жили в своем темпе, скажем так. Мужчина в своем темпе, у себя на своей половине. Даже у нас, посмотрите, почитайте Анну Каренину. У нее тоже там свои покои, а у мужа свои покои. Да? Вот. Ну и вот я думаю, откуда же взялось то, что муж и жена должны жить в одной комнате, спать в одной постели. Если взять вот эти описанные мной времена, то это более-менее состоятельные люди имели женскую и мужскую половину в доме. А беднота и нищета, и голыдьба, они, понятное же дело, ютились в одной хижине все вместе там в повалку. То же самое на Руси было. Если крестьянская семья, понятно, что они там спали все в повалку и чуть ли не со скотиной в той же избе. А барин и барыня, они имели раздельные покои. Потом, конечно, в советское время, когда стала проблема жилищная, вот тут, наверное, и появилась такая вот штуковина, как родительская спальня, как высший уровень достатка. А потом почему-то, несмотря на возросшие благосостояния, это перенесли и в особняки богатых людей, что там все равно общая спальня. Я считаю, что это не очень удобно. Может быть, это как бы прикольно по молодости, но когда ты уже взрослый человек, то это не очень-то удобно, потому что понятно, что у людей разные вкусы, разные жизненные ритмы. Она там ложится, сова поздно-поздно, он рано-рано. Он встает рано-рано, а она хочет поспать. Он там смотрит одни фильмы, она любит и другие. Ну, как вот у нас с мужем, например. Он смотрит комедии, я люблю триллеры. Он слушать хочет музыку свою, а я не хочу слушать музыку. Я хочу слушать, например, страшную историю или какую-нибудь аудиокнигу, или смотреть видео по вышивке, да, или по живописи. То есть мы не совпадаем вообще никак. Ну и, то есть, я не знаю, смысл вообще тесниться. Я, например, даже спать не могу, если просто в комнате кто-то находится. Ну, кроме кота. Кот может находиться. И всё. А так меня напрягает даже то, что кто-то находится. Тем более я сплю плохо, я ворочаюсь постоянно, там, кручусь-верчусь, поворачиваюсь, могу встать, включить свет, а что-то поделать, опять лечь. Ну, это невыносимо. Я считаю, человек просто не может высыпаться, когда он не высыпается. Он, когда он спит не один. Я предпочитаю всё-таки по возможности высыпаться. Поэтому мне кажется, что это очень разумно, логично и правильно, что у мужа и жены разные помещения. Даже не то, что разные рядом комнаты, а вообще разные помещения. Это было бы вот правильно. Может быть, конфликтов было бы меньше самых элементарных бытовых каких-то столкновений. Ну и что? Всегда ты можешь уйти в свою комнату, понимаете? Когда даже что-то, например, пошло не так, разошлись по своим комнатам, посидели, подумали, сошлись, там, обсудили этот вопрос. А когда они вынуждены в этот момент толкаться рядом, смотреть друг на друга, ну, может быть, кто-то и... Может, я не права. Но для меня у нас вот это работает хорошо, стопроцентно. К тому же я как бы сверху контролирую ситуацию в доме, а он снизу контролирует ситуацию в доме. И мне, в общем, нравится такое наше положение. Я считаю, что это правильно. Опишите ваше мнение, как вам кажется. И откуда вы думаете повелось вот это, что муж и жена должны спать в одной постели? Если они не спят в одной постели, значит, у них там все вражда, они не хотят видеть друг друга, и он ушел спать на диван, или она его послала спать на диван, и все такое. Понимаете? Это как бы неправильно. Типа неправильно. А мне кажется, наоборот, очень даже хорошо и правильно. А вот мы тут как раз с вами мусор, мусор, бисер пришиваем. Как видите, бисер пришиваем на наших медведиков. Это у него браслет, насколько я понимаю. Тут бусы и браслет. Вот видите, у нас итог, то, что получилось. Я уже потом вот тут шила, шила, шила. Смотрю в это время секретные материалы, пересматриваю. Потом сериал Меч пересматриваю. И вот это вот зашиваю все хозяйство. Тут вот это что у него будет? Сумочка какая-то. Вот так вот у нас такая ситуация. Сегодня на седьмое число. И мне надо сейчас это убирать и переставлять собаку нашего Лукаса сюда ставить. Потому что остается немного времени. А я с этой суматохой, суетой и переживаниями немножко подзапустила. Ну, понимаете, быт заел. Первая сентябрьская эта суета вся. Ой, бедные родители школьников. Я всем очень сочувствую. Особенно в наше время. В советское время было проще. Родители забота была купить форму. И все. На этом их забота заканчивалась. Если их, конечно, в школу не вызывали, что было крайне редчайшим случаем. Просто сенсацией, что кого-то вызвали в школу. А так родители вообще не парились. Куда там, как там дети, в какие кружки они записались, какие там уроки они делают. Ой, ну, не все, конечно. Но я считаю, большинство. А теперь родители настолько включены в эту школьную жизнь, что им уже жизнь не мила. Ладно, друзья. Всем терпения, понимания, взаимопонимания, удобства и комфорта желаю. Ой, все. Я ухожу к собаке. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok